Я путешествующий фотограф, снимаю пейзажи, веду тревел-блог. Вот, как-то так. Есть у меня один знакомый, с которым мы очень хорошо общались, общаемся. Он мне как-то сказал, что у него есть знакомые в Надыме, типа, обязательно съезди, я тебе рекомендую, тебе все понравится. Ну, так сложилось то, что я подумала, почему бы нет. Один раз нарушить свои правила, взять билет спонтанный, причем это было, наверное, 15 минут на раздуме, и уже была в аэропорту спустя 25 минут. Я не замужем. А дети? Дети. Я совмещаю материнство и путешествия, когда как. То есть иногда я вместе с ними по южным регионам, ну, а по северным, естественно, оставляю на маму. Сын реагирует нормально, адекватно, он даже просится порой со мной, но в силу того, что на севере слишком холодно, я принимаю решение его оставлять сюда на маму. Но маленькую я все-таки побаиваюсь с собой брать, поэтому также она остается дома и ждет меня. Это порой может длиться от полумесяца, ну, и до полугода. И если мне понравилось в данном городе или в данном месте, я могу даже остаться здесь и жить. Влог, плюс все-таки я фотограф, продаю фотографии кому-то на журналы, кому-то на фотообои, ну, а кому-то просто в картины для интерьера гостиниц. Я люблю северных людей, люблю северную природу, северный климат, снег. Это что-то такое теплое для меня, потому что все-таки даже люди отличаются от южных. Кладу перед собой карту, закрываю глаза и методом тыка пальцем. Куда попаду, туда и еду. Бывает такое, что попадаю по три раза и вынуждена даже три раза побывать в этом городе. Вот я знаю, были в Якутии, в Мурманске, в принципе, мы все арктическая зона, так же, как Ямал. Да, вот есть именно ощущение по климату меняется? Да, с севера в север разнь. То есть, если Якутия, то это сухой климат. Мурманск, в особенности Териберки, это очень влажный климат, потому что там все-таки ветер с океана дует. Ну, а на Ямале это что-то среднее. Вроде бы и сухой климат, но при этом морозы только ударили, и он кажется влажным, более сильным. Вот. Была в Норильске, в Норильске вообще, ну, как бы зима не чувствуется. Там минус 40, минус 50, а ты ходишь, ну, можно сказать, в шортах с колготками. Он вообще, ну, не прожигает. Ну, Ямал меня проверяет на слабость, наверное, я бы сказала. Проверяет, враг я ему или друг. Потому что акклиматизация мне далась очень тяжело. Три дня я просто не хотела слазить с теплой кроватки. Как вы входите на людей? То есть, это же надо, приехали сюда, надо же не только здесь где-то найти ночевать, надо же еще интересных людей найти. Блин, это, опять же, я не знаю, мое везение, потому что у меня в свое время был хорошо подвешен язык, наверное, даже и сейчас. Я быстро нахожу контакт с людьми и как-то так получается, каким-то везением, что один человек уже знакомит меня с другим человеком. Ну, и так по цепочке. И это даже очень интересные люди порой бывают. Не страшно? Второе, страшно. Бывали приключения такие, что я заблудилась в тайге, и я увидела шатуна. Мне пришлось вызывать спасателей, ждать более 12 часов, пока меня найдут. А что, а я на дереве? Нет, в палатке. У меня где-то даже было видео, где я открываю палатку, а у меня просто медведь и дышит. Просто мне, вот в лицо, можно сказать. Запоминающих, наверное, у меня было несколько. Это Териберка, Мурманская область, это Якутия, никогда ее не забуду. И, наверное, я бы сказала, Нижний Новгород. Якутия тем, что там все-таки ценятся традиции, обычаи, традиционные наряды. Местная кухня, это жеребятина, оленина, строганина. Какие-то северные ягоды. И это прям, когда это все вместе, это прям терзает душу в хорошем смысле. Териберка, да, просто потому что я познакомилась с гидом, я взяла индивидуальную экскурсию. Я должна была заплатить 45 тысяч, а по итогу этот тур мне обошелся бесплатно. Просто мне сказали, что я хороший человек, со мной было интересно пообщаться, и с меня ничего не взяли. Ну, а Нижний Новгород просто как-то принял меня по свойски, особенно байкерский клуб. Никогда его не забуду. Ночные волки. С удовольствием откликнулись, показали мне город. Вот, прокатали меня по всему городу, даже в соседние города отвезли. И даже завязалась дружба, где мне рады, где готовы даже предоставить мне ночлег, хоть если я заявлюсь в 3 часа ночи, примут как свою сестру. Никогда в обиду не дадут. Хотелось бы увидеть чум оленеводов, но, как я понимаю, я приехала не вовремя. Мне надо было приезжать в феврале месяце, на день оленеводов. Я промахнулась, но что будет, то будет. Я склоняюсь 81-20 в пользу севера, потому что, ну, если я такая любительница севера, то есть еще люди, которым уже надоела жара, которым надоел мегаполис, город, множество людей. И они бы хотели, ну, уединиться с природой, побывать, вот, скажем так, в этнопарке, пообщаться с животными, показать детям, что это такое. Активный отдых, это снегоходы, это квадроциклы, это джип-туры, это подлёдная рыбалка. Почему нет? Конечно же, да. Плюс это поездки на собаках, поездки на оленях в экспедиции, недельные, двухнедельные. Восхождение, например, на северные возвышенности. Я думаю, что север бы зашел. Как думаете, насколько много у нас вот любителей экстремального туризма? Все-таки многие любят просто приехать, подержать, пузико погреть на солнышке. Ну, я думаю, что это 50 на 50, это как люди, которые всё-таки за экстрим, за адреналин и также за активный отдых. А остальные 50, это которые любят всё включено. Полежать на диванчике, под кондёром, посмотреть телевизор, может быть, сходить на концерт, и чтобы у них был ещё и шведский стол. Субтитры сделал DimaTorzok